Дорогие друзья, тема нашего урока – сложно подчиненные предложения с несколькими предаточными и пунктуация в них. Сегодня мы должны ознакомиться с классификацией сложно подчиненных предложений с несколькими предаточными, научиться составлять схемы предложений и расставлять знаки припинания в предложениях с несколькими предаточными. Мы должны помнить, что придаточные в сложно подчиненных предложениях позволяют раскрыть, дополнить информацию, которая сообщается в главной части. На наших уроках мы будем продолжать знакомиться с историей нашего города и выдающимися деятелями науки и культуры, жизнь которых была связана с Одессой. На этом уроке предложения для объяснения темы познакомят вас с личностью Владимира Петровича Филатова. Владимир Петрович Филатов – великий ученый, великий врач, жизнь которого тесно связана с Одессой. Он впервые обосновал и внедрил применение биосимуляторов и препаратов тканевой терапии. С 1939 года в нашем городе работает Одесский научно-исследовательский институт глазных болезней, созданный Владимиром Петровичем. Уже много лет это международный центр науки и практической медицины, в котором тысячи людей были спасены от слепоты. Переходя к нашей теме, мы должны задать себе вопросы в сложно подчиненных предложениях с несколькими предаточниками. Какого вида эти предаточники? К чему они относятся? Как соотносятся между собой? И первым в ряду этой классификации мы будем говорить об однородном подчинении. Посмотрите, пожалуйста, на картинку, ассоциацию. Главное предложение – и два брата-близнеца. Перейдем сразу к примеру. Мы знаем, что Филатов в 1908 году защитил докторскую диссертацию, что затем стал профессором кафедры глазных болезней Медицинского университета. Обратите внимание на схему. Главное предложение, к которому относятся два предаточных, которые отвечают на один и тот же вопрос. Близнецы-братья, мы знаем, что Филатов защитил диссертацию. Мы знаем, что, что затем стал профессором кафедры глазных болезней. Предаточные отвечают на один и тот же вопрос и являются предаточными одного вида. В данном случае – изъяснительными. Обращаем ваше внимание, что предаточные относятся к одному общему, для них главному предложению. Предаточные при однородном подчинении ведут себя как однородные члены предложения, которые относятся к одному слову и отвечают на одни и те же вопросы. В 1914 году Филатов изобрел эффективный метод пластики. Какой, который оказался самым ценным вкладом в современную восстановительную хирургию? Какой, который помог избавить от страданий множество людей? Перед нами предложение с однородным подчинением, как как два предаточных относятся к одному главному, отвечают на одни и те же вопросы, какой, и являются предаточными одного вида предаточными определителями. Мы с вами помним, что при однородном подчинении знаки препинания расставляются так же, как при однородных членах предложения. В данном предложении части соединены единичным союзом «и». И точно так же, как при однородных членах предложения, при единичном союзе «и» запятая не ставится. Надо помнить, что союзы могут быть разные, но части отвечают на одни и те же вопросы. Например, Филатов понимал, что, как важно разрабатывать метод пересадки органицы глаза. Филатов понимал, что, что заниматься этим необходимо в глазной клинике Одесского университета. Оба предаточных предложения отвечают на один и тот же вопрос и являются предаточными изъяснителями. Обращаю ваше внимание, что и между этими предаточными стоит единичный союз «и», поэтому запятая не ставится. Однородные и предаточные могут иметь при себе сочинительные союзы, без которых запятые ставятся так же, как при однородных членах предложения. Следующий вид подчинения – это неоднородное, параллельное подчинение. Предаточные относятся к общему для них главному предложению, но отвечают на разные вопросы и являются предаточными разными людьми. Посмотрите на нашу картинку для ассоциации. Она поменялась. Уже нет подчиненных близнецов, а есть разные предаточные, которые отвечают на разные вопросы. Например, когда началась война, Филатов и его ученики были эвакуированы в Ташкент, где на базе госпиталя был восстановлен институт глазных болезней. Предаточные отвечают на разные вопросы. Когда, какой являются предаточными временем и предаточным определителем. Хотя и относятся к одному главному для них предаточному. Итак, давайте закрепим наши знания об однородном и неоднородном подчинении на примерах. Перед нами стихотворение, которое написал сам великий ученый, сам Филатов. «Учитесь силы отдавать самоотверженно науке, Чтоб зрение людям возвращать могли умело ваши руки, Чтоб был велик труда размах, Чтоб не исчезло вдохновение, Чтоб скальпель в опытных руках нес людям счастье и прозволье». Главное предложение – «Учитесь силы отдавать самоотверженно науке». Мы видим, что все предаточные отвечают на вопрос, С какой целью и являются, как близнецы-братья, предаточны одного вида. Смотрим на следующий пример. Если говорить о дне сегодняшнем, То в научно-исследовательском институте глазных болезней на французском Бульваре Находится музейный комплекс Академика Филатова, Который существует уже 21 год. Главное предложение – «И от него задаются разные вопросы к предаточным». При каком условии и вопрос какой. Значит, предаточные являются предаточными разного вида. Вывод – это неоднородное подчинение. Так как все экспонаты и документы не удалось уместить в один зал, Были созданы кабинет музея Филатова, Собственно, музей на втором этаже лабораторного корпуса И мемориальный дом-музей, в котором жил Академик. Главное предложение – «От него заданы два разных вопроса к предаточным». По какой причине – «Какой». И предаточные причины, и предаточное определительное. Вывод. Перед нами предаточные с неоднородным подчинением. Таким образом, мы сегодня познакомились с предаточными, С однородным подчинением и с предаточным – неоднородным подчинением. Следующий вид предаточных мы узнаем с вами на следующем уроке. Удачи в освоении материала!